Безымянный киноподкаст существует благодаря поддержке своих слушателей. Подписчики нашего патреона имеют доступ к ежемесячным бонусным эпизодам, в которых мы разбираем фильмографии режиссеров, обозреваем серии фильмов и говорим о более абстрактных киноявлениях. Стать обладателем бонусных эпизодов также можно на Бендкэмп-странице Безымянного киноподкаста. Ссылки в описании. Ну хорошо, ну хорошо. У меня на шестом месте «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Я вышел из этого кинотеатра, помню, когда вот я это посмотрел. То есть финал этого фильма – это была просто эйфория для меня. Вот то, что там происходило. То есть потому, что весь контекст даже подготавливался насчет вот этой трагической смерти Шерон Тейт, да. Весь контекст я этого изучал, я знал, к чему это идет, к ее смерти, что… Как, кстати, я почему-то все постоянно забываю, как это было. И это даже клево, что я забываю, потому что я должен помнить Шерон Тейт, а не этого пидора. Как звали этого? Чарльз Мэнсон, вот. Вот. И вот эта банда, так называемая, которая изменила Голливуд навсегда, по словам Тарантино. Доверие пропало. Просто доверие пропало у людей после этой смерти. Потому что этого светлого человека, который никому никогда в жизни не перешел дорогу, просто убили. Дома у себя, пока она еще и беременная была. Пропало доверие, это изменило Америку во многом. Это очень важное событие в конце 60-х годов. Но Тарантино в этом фильме, мало того, что он просто делает стильный, классный фильм с этими двумя абсолютно милейшими персонажами. Рик Далтон и Клифф Бут в исполнении, Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта. Мало того, что тебе просто увлекательно с этими чуваками колесить в структуре, которую никогда Тарантино не делал. По сути, он делает два дня из жизни. Два дня из жизни. У него нет ни одного фильма, который стрелил бы в такой структуре. Два дня из жизни этих персонажей. Просто с ними колесишь. Просто оседаешь вот эту реальность. Здесь есть очень много необязательных сцен, но которые настолько тебя погружают в атмосферу этого LA. Тарантино очень сильно, я бы даже не хотел говорить фетишизирует. Он именно что воссоздает Голливуд тех времен, мне кажется. Хотя у меня нет какого-то сравнения, да, с чем сравнить. Потому что я не знаю, как он говорил, но я верю в то, что я вижу здесь. Я именно что верю в это и проникаю с той же любовью. Тарантино очень заразителен в плане того, насколько он любит это время. И ты не можешь не любить это время, посмотрев этот фильм. Просто та сцена потрясающая, когда все эти вывески зажигаются, помнишь? С наступлением вечера. Да, я сейчас скажу об этом. Столько любви в этом. Столько любви. И вот ты с ними колесишь. И ты как бы задним умом развлекаешься. Тебе весело, тебе легко. Потому что все это так хорошо. Так хорошо написано, так хорошо сыграно, так весело, так клево, так изобретательно. Так мастерски выполнено и снято. Темп просто не дает тебе заскучать. При том, что в фильме очень много тихих моментов. И таких спокойных. И при этом есть триллер момент в стиле Техасской резни бензопилы, когда там Клифф Бут это расследование проводит насчет этого старичка, которого тоже клево такое, разбавляет атмосферу, энергию. Но задним умом ты, конечно, понимаешь, куда все движется. Эта траектория. Вяжется все к трагическому концу. Да, контекст ты не можешь отмести. И дело в том, что его не надо отметать. Контекст – это неотъемлемая часть этого фильма. Люди без этого контекста очень многое потеряют, посмотрев однажды люди. Это необходимый элемент, чтобы получить максимальную удовольствие от этого фильма, потому что ты должен думать, что все кончится трагедией. И когда это не кончается трагедией, это просто восторг. Это просто чистый восторг у меня был, когда я понял, что Тарантино здесь делает. Он делает не то, что крутой Брэд Питт брутально убивает шпану. Происходит следующее. С помощью магии кино Тарантино провозглашает силу кино над реальностью и силу кино над возможностью изменять реальность в нашем мозге. Не в том плане, чтобы заменить это, и чтобы мы подумали, Шерен Тейт не убили, типа такой промыв мозгов, а в том плане, чтобы запомнить ее живой. Запомнить ее живой, красивой и беременной. И вот он использует силу искусства для того, чтобы отнять эту власть тех людей, которые совершили это. И сделать немножко, как будто не переписать историю, но показать ее немного под другим углом, чтобы мы помнили светлое. И просто вот этот все у меня слил, потому что еще мастерство этой сцены в том, что ты все это осознаешь, когда ты это смотришь. Потому что ты понимаешь, траектория 180-градусный просто поворот делает, траектория того, что будет происходить в финале. И это чистое веселье, это чистое счастье, то, что я наблюдал в конце. Каждый удар, блядь, об стену или об камин, или еще что-то, просто я вспотел. Я вспотел, настолько я был в восторге от этого. Я просто, вот у меня трясло в кресле. И когда потом Ди Каприо еще выходит с этим огнеметом, это просто вишенка на верхушке этого порта. У нас зал орал просто в этом моменте. Это пиздец. И как бы, опять же, критики Тарантино в этом первым делом увидят гротескное насилие, увидят синсоциализацию насилия. Они увидят, как белый мужчина, привилегированный, сжигает огнеметом женщину. Они что угодно увидят, кроме того, что там закладывается. Закладывается там триумф добра над злом. Вот такая простая идея, блядь. Простая, но правильная. И в контексте того, что Тарантино говорит, нет, реальная история – это недостаточно хорошо. Это недостаточно хорошо. Мы можем лучше, друзья. И я сделаю лучше. Вон Сапона Таймон Холливуд. Вот именно здесь, в этом фильме, я сделаю лучше. Я сделаю так, как оно должно было быть. Да, я не изменю от этого реальность. Но почему нет, да? Почему так не сделать? Почему мы должны быть все время рабами фактов? Почему мы не можем использовать истину, но для большего блага, так скажем? Я не знаю. Это вот примерно то же самое, что он делал в сцене, когда в конце «Бесланных ублюдков», когда всю элиту нацистской Германии сжигают… По сути, сила кино сжигает их там. Там пленка зажигается. То же самое, по сути, происходит по тематически. Сила кино сжигает несправедливость реальности. И потом они расстреливают Гитлера в два ствола. Это замечательно, то, что делает Тарантино. Мне очень симпатизирует такой подход и мне очень симпатизирует смелость, потому что это многим может быть воспринято как плохой вкус, дурной тон, перевирание истории, и как это можно, да, вот такого рода вещи. Но мне кажется, Тарантино может себе позволить эти вещи, потому что, во-первых, он способен просто вывести это технически, да, снять это, чтобы это было. И он пропитывает сценарий своих фильмов любовью к тем персонажам, за которых он болеет, как и мы. То есть эти сценарии, они пропитаны прежде всего любовью к этим людям. И поэтому, я думаю, он может позволить себе такие смелые, без сомнения, смелые вольности. Но он вывозит это, как мало кто может. Он вывозит это. Поэтому для меня это в какой-то степени это часть трилогии, вот этот фильм. Трилогия, в которую входит Джанго Освобожденный, где он, по сути, борется с несправедливостью рабства и расизма в Америке. Борьба его с Холокостом, так скажем. И вообще, в принципе, да, с тем, что произошло во Второй мировой, все это несправедливость в Беслан-Кобедгах. И вот здесь вот этот вполне конкретный, персонифицированный в одном человеке акт просто зла. Беременную женщину убили. Ни за что. Давайте запомним ее живой. Давайте я вам покажу, что она живет в мире кино. Она живет в искусстве. Это на стольких уровнях правильно для меня. Это вот, это меня вдохновляет, когда я такое вижу. Поэтому таково мое шестое место. Прекрасно, просто прекрасно. Окей, мое шестое место. Это весьма неожиданный выбор. Была для меня очень интересная история. Виталина Варрелла. Этот фильм я посмотрел чуть ли не буквально в день записи подкаста. Возможно, эта оценка сейчас на эмоциях. Возможно, на пересмотрах. А я буду пересматривать эту картину. Но рейтинг будет гораздо ниже. Но я влепил 5 из 5. Проблема в том, что я даже попытаюсь хоть как-то объяснить все свои эмоции от этой картины. Но это будет крайне тяжело сделать. Для начала, просто скажи, о чем этот фильм. Потому что я не имею представления. В чем сюжет этого кино? Сюжет достаточно все. Очень максимально просто. Виталина Варрелла. Это, кстати, имя персонажа и имя вообще актрисы. То есть здесь не профессиональные актеры вообще. То есть это имя персонажа и имя актрисы самой. Приезжает в Лиссабон, чтобы, так сказать, похоронить своего мужа. Он 25 лет назад ее бросил. Въехал в Португалию. И от него не было невестей, ничего. Она приезжает к нему и узнает, что он, оказывается, был уже похоронен 3 дня назад. И теперь все вещи, которые были у него, они выброшены. То есть для нее здесь ничего нет. Ну, какого-то такого личного. То есть ей лучше бы вернуться обратно. Обратно в Африку. Это она приехала, если я не помню. Кабо-Верде. Это где-то возле, там, короче, Африки. Какой-то эти острова какие-то. Это достаточно... Ну, я буквально, когда смотрел этот фильм, я буквально гуглил. Потому что все эти места, потому что я вообще не знаю. Не историю Португалии, там, ничего. Не какие-то географические особенности. Поэтому приходилось, чтобы хоть как-то понимать контекст фильма. На мой взгляд, это важно. И этот фильм нашел буквально просто вот случайно, опять же, лазая по страницам фильмов 19-го года на Letterboxd. И мне привлек постер. Постер там был такой очень... Такой артовый рисунок, где вот эта сама Виталина нарисована. Из нее такое деревце как будто растет. Меня он привлек. Мне просто эстетически очень понравился. Я посмотрел, у него достаточно небольшой рейтинг. Но этот фильм долго и долго время просто негде было возможности посмотреть. Я такой... И что-то, знаешь, мне так что-то гложило. Потому что я увидел трейлер этого фильма. Я увидел, как фильм выглядит и какая у него атмосфера. Я очень захотел его посмотреть. И вот буквально вот по сути там на днях, вот перед записью подкаста вышел этот фильм. Я его посмотрел. И я... Эмоции, которые я испытывал за время просмотра, они какие-то... Наверное, самые уникальные за весь этот год. Всех вот фильмов, что я смотрел. Потому что этот фильм, я сразу скажу, дорогие зрители, дорогие слушатели, что он посылает нахер ваше свободное время. Он посылает нахер ваше желание, убеждение до какого-то необычного сюжета, до какого-то развития событий. Это очень и очень метод... Такая меланхоличная, очень медленно развивающаяся история. По сути, история общения человека уже как будто с умершим человеком, своим там родственникам, в данном случае мужем, которому ты, видимо, что-то недорассказал, что-то ты недопонял, не до конца осознал мотивацию его поступков, которые навредили, допустим, тебе. То есть ты как бы сначала... Знаешь, это такая все время грань между как мыслить у человека, вот та самая поговорка о покойнике, либо плохо, либо хорошо, либо никак. И постоянно героиня терзается. Она понимает, что ее муж, видимо, был не совсем хорошим человеком. И какие выборы он делал. И эти выборы доставляли ей боль. Но при этом она пытается... Она все время вызывает к любви к нему у себя. И этот фильм снят практически во мраке. Вот во мраке этих трущоб лиссабонских. Что-то подразумевает под собой вот мрак. Это просто темный кадр с одним каким-то источником света, который они там как-то зеркалами преломляли и подсвечивали нужные какие-то объекты или лица в кадре. Здесь очень мало света в самой картине. Здесь очень много статики. Все, что происходит. И вот эта вся атмосфера абсолютно гнетущая. Я бы, наверное, сравнил это как будто тебе снится кошмар, который как бы закончился. Сам кошмар, который тебя пугал в твоем сне. Но ты не проснулся. И ты как будто блуждаешь по этим каким-то темным просторам своего сознания. И почти каждый кадр этого фильма... Это считаю произведение искусства. Потому что здесь настолько все выверено композиции, настолько вот выверен точно свет и насколько сильно он играет на атмосферу самого фильма. И ты чувствуешь почти в каждом кадре упадок и какую-то вот ментальную боль этих людей, иммигрантов, которые приехали. По сути, даже, может, не зная языка в Португалию, как они пытаются там выжить и работать. Себе ничего не показывает особо их быть. Но ты хотя бы... Ты просто уже, видя эти интерьеры, видя эти лица... Это как, знаешь, вот лица, как у, не знаю, как у фильмов Германа. Когда вот... Ну, это не актеры загримированы. Это настоящие люди, настоящие работяги. Руки у которых уже там... Забагровели, попухли, не знаю, от труда. Лица покрылись морщинами. И с жестким светом это все так вот ночным еще больше сильно подчеркивается. В этом фильме нет музыки вообще. И все два часа ты просто слушаешь героев, как они вот буквально шепотом с друг другом общаются. Как они блуждают в потомках, в потемках своего разума и пытаются в себе разобраться. И саунд-дизайн еще построен так, что ты... Там вот ведь они живут в таких вот лачугах практически вот. Ну, ты должен представить себе визуально фавелу какую-нибудь, да? Ты наверняка видел там, там же Макс Пейни 3 или каких других фильмах, да? Вот они в таких лачугах живут. И понятно, что слышимость там просто какая-то нереальная. И постоянно почти весь фильм ты слышишь, как вот за стенкой кто-то постоянно гремит, общается с кем-то, ругается и что-то такое. И ты вот постоянно находишься в этом вот окружении и вот какого-то гигантского муравейника. Где нету личного пространства, да? Да, но ты себя ощущаешь вот таким малюсеньким-малюсеньким. У тебя вот проблема, тебе кажется, она гигантской для тебя. Но ты понимаешь, что ты просто такой вот муравишка, который бегает в пучине вот этого вот мрака. Я уверен, что многим этот фильм не понравится. Это опять же такое очень, скажем так, личное кино для каждого. Но хочется применить, наверное, очень пошлый термин, такой трансцендентный какой-то эффект был вызван. Потому что это, по сути, единственный фильм в 19-м году, который вот я смотрел. И я просто уже, знаешь, как-то немножко потерял нить сюжета фильма. Я просто стал думать о себе. То есть мне всплывали какие-то эмоции, воспоминания, которые были, возможно, схожи с эмоциями фильма. И, не знаю, на мой взгляд, это произведение искусства. Вот чистое произведение искусства. Очень тяжелый фильм будет для современного зрителя. То есть у него рейтинг даже на этих Rotten Tomatoes 98 у критиков, 57 у зрителей. Ожидаемо. Потому что ты описал, это имеет смысл. Да, и, возможно, кому-то он покажется очень претенциозной, невнятной какой-то историей, с невнятной подачей. Но меня этот фильм поразил просто своей какой-то оригинальностью и той атмосферой, которую он себе хранит. И я не прогадал, что мы достаточно долго оттягивали подкаст, запись. Потому что мне хотелось посмотреть этот фильм. И вот он переместился аж, блин, на шестое место моего топ-10. Поэтому, вау, я прямо аплодирую. Педро Коста, не знаю, как правильно сказать. Режиссер. И еще вокруг этого фильма очень много, как сказать, реальных каких-то историй вот этих актеров, потому что это реальные люди, то есть, ну, это непрофессиональные актеры. И мне еще предстоит долгое время изучать, читать какие-то статьи, изучать, видимо, какую-то историю Португалии, этих вот эмигрантов. Потому что там вот есть столько было ощущений, что много-много просто я пропустил из-за незнания контекста того, что говорят эти герои. Поэтому, я думаю, еще как-то с другой стороны откроется для меня эта картина. Но я всячески всем рекомендую, кто любит вот подобные картины, я уж как старался, как мог их и описал, обратите, пожалуйста, внимание на этот фильм. Он того заслуживает. Я не посмотрел его, к сожалению, но обязательно сделаю это в ближайшее время. Меня это заинтересовало. На моем пятом месте 1917 или 1917. Я на самом деле, с этим фильмом у меня такая была история, что меня он достал до его премьеры. О нем слишком много говорили. Я думаю, ты помнишь, что я скептически к нему относился перед просмотром. Меня бесили все эти сенсационализированные вот эти всего. Одного дубля вот этого типа маскировки. Я думал, что я буду весь фильм думать об этом. Я буду искать эти склейки. Я думал, нахера им это вообще было нужно. Зачем делать эту фишку? Сделайте просто фильм про Первую мировую. Сделайте это круто, красиво. Зачем ограничивать себя этим одним дублем, когда можно разные планы и монтаж более изобретательно как-то применять? Вся эта фишка с одним дублем уже изжила себя к этому моменту. На самом деле. Ну, то есть, мы во многих фильмах это видели. Сейчас этим уже особо не удивишь. И делать вокруг этого весь фильм мне казалось бессмысленным абсолютно. Я думал, что это будет фильм, который все полюбят, все будут на первые места ставить, а я просто так... Нихуя, вы не понимаете. Вообще. Даже в топ-30 у меня не будет этого. Я вот так думал, у меня все это произойдет. Несмотря на всю мою любовь к Диккенсу, мне казалось, что это мероприятие достаточно бессмысленным. Я очень скептически подходил. Я пошел на утренний сеанс. Там было буквально я и семья позади меня сидела. По сути, в огромном зале с огромным экраном больше никого не было. Черт меня дери. Этот фильм. То есть, буквально первые пять минут я уже забыл, что он одним кадром сделан. Буквально в первые пять минут. После этого я просто смотрел фильм. И он просто шел, пока он не кончился. И когда он бежит вдоль... Траншей этих... Да, я заплакал просто. Я заплакал. Для меня такой катарсис был эмоциональным в этом моменте. Все его путешествия, всю сложность этого путешествия я прочувствовал в этот момент. И то, как он реально бежит, пока его сбивают с ног, он продолжает бежать. Я вижу, как позади него люди бегут на свою верную смерть. Да, просто в топку. Просто души улетают в небо, так скажем. Хотя никого неба нет. И никаких душ. Просто эти люди, они сгорают в печи войны. Пока он бежит из последних сил, чтобы хоть кого-то спасти. Я плакал в этот момент. И как музыка играл, и как этот чел играл, главный герой. То, как показана грязь войны, мне очень нравится в этом фильме. Есть вот эти моменты в начале фильма, буквально первые, там, я не знаю, минут 10, когда они идут под этой грязи, ты видишь просто торчащие ноги солдат из земли. Из земли они торчат. Значит, где-то в земле тело остальное торчит. Я просто, наверное, не видел, чтобы вот так мне показывали грязь войны. Вот эту мясорубку войны. Даже не кишки, не кровь, а просто люди торчат из земли. Я не помню такого, честно. И вот эти моменты, вот все эти идеи, они заставляют тебя забыть о техническом аспекте. Диккенс опять сделал свою магию. Я не думал о техническом аспекте, пока я это смотрел. Ну, кроме сцены с этими, театром теней, как ты его называешь. Там сложно не вспомнить о Диккенсе, всей этой подготовке. Я не знаю, сколько они это планировали вообще, чтобы такое сделать. Но в остальном это было просто кино. Я в него полностью погрузился. И мне нравится просто простая идея этого фильма. Это путешествие двух солдат. Просто путешествие. Это какой-то си как Ласт У вас. Два человека на пути к одной цели. И в ходе что-то происходит. И мне нравится то, что, ну, кроме одного хардката, который происходит примерно, я там не знаю, ну, когда тут тьма наступает, да? Это единственный, там, да, там, скажем, такой хардкат именно монтажный, где зритель осознает, что прошло какое-то время, что это не в реальном времени происходит. Кроме этого, в принципе, вот эти два куска, они же как в реальном времени развиваются. И мне просто нравится, как вот географически они подходят к этому. То есть столько разных ландшафтов тебе показывают. И при этом это по смыслу не сталкивается, что это невозможно. Ты как бы веришь в это. Медленно один ландшафт в другой перетекает ландшафт. То есть сначала это в грязи все начинает становиться человеком, потом такие луга красивые, зеленые. Потом вот этот разрушенный город во тьме. А потом он красивый лес такой, да? Но лес, который он видит, красивый лес он видит после того, как его вода вымывает на кучу трупов в реке. Это просто так жутко было и страшно. И мне очень нравится саундтрек в этом фильме. Он довольно минималистичный, он не берет на себя много внимания. Но в определенных моментах я прям типа думал об этом. Да, вот тут клевая мелодия, клево подходит здесь. Мне понравился саундтрек. И саунддизайн. Наверное, самое лучшее, что здесь, это саунддизайн. Господи, каждый выстрел отдается просто каким-то кошмарным треском в твоей голове. Все так реально звучит. Все звучит, как в фильмах Майкла Мана. Экшен в этом фильме. Просто оглушающий. Особенно, когда вот эта траншея начинает обваливаться, пока они из нее вылазят. И ты вместе с ними, потому что это как бы камера позади них. То есть камера, она вечно имитирует эксперт, что ты третий солдат в этом путешествии. То есть здесь довольно всегда близко к солдату, к главному герою камера находится. Она как бы не покидает его. И ты как бы вместе с ним все время находишься в этом путешествии. Эффект присутствия мне показался очень интересным. Он мне очень понравился. Здесь есть просто какие-то гениальные идеи насчет освящения в том плане и аллегории с войной связанных. Вот помнишь, когда церковь горит в этом темном городе разрушенном. Там есть гениальная идея, о которой мало кто, возможно, думает. Но как освящение использовано для нарастающего напряжения, для создания напряжения. Солдат стоит к нему на фоне горящей церкви. И, естественно, он черный полностью. Потому что позади него огромный источник света. Соответственно, он полностью черный. И главный герой смотрит на него, и он не знает, на что он смотрит. Потому что он по ту сторону света. Солдат же смотрит на главного героя. Главного героя, который освящаем светом горящей церкви. И он знает, на кого он смотрит. из-за того, где они находятся по отношению к свету. И у одного есть преимущество перед другим. И главный герой до последнего не знает, стрелять ему в этого человека или нет. Да? Кто враг? Да? А может, это мог бы быть и немец, но хороший человек, да? Тоже. Такие вот моменты. То, что он немец, не автоматически не знает, что его надо убивать. И вот это вот то, как через свет такие идеи доносит Диккенс мимолетно просто. Это просто великолепно. Я в абсолютном восторге. Когда ты просто смотришь на фигуру, ты не знаешь, враг ли это. А что такое враг, ты начинаешь дальше думать. Все это просто за 5 секунд, за 10. Вот этого замешательства. Все это создает невероятное напряжение. Когда он начинает убегать, этот ему вслед стреляет. Вау, это было бы страшно. Еще там есть эта сцена, где он находит девушку с ребенком. Вот и вот. Ты заметишь, насколько минималистично там вообще в плане интерьера все. Там буквально стол, кровать и камин, который берет. Да, по сути, в подвал там чуть ли не сбежало. И для меня это аллегория семей. Всех семей, всех солдат в мире, которые уходят на войну. Они оставляют их там. Поэтому там так мало интерьера. Потому что это не специфическая семья, это идея семьи, которая остается позади, когда солдат уходит воевать. Он бросает их. Ты не можешь уйти на войну, не бросив семью. Ты автоматически совершаешь акт предательства. Именно так себя чувствует главный герой, когда уходит. Он ощущает, что он их предает, когда он уходит. Ему не хорошо на душе, но ему надо идти дальше, чтобы выполнить свою миссию. Это опять же такая аллегория внутри просто одной маленькой сцены. И вот фильм в ходе своего прогрессии он много таких вещей поднимает и делает это без диалогов практически, без каких-то нажимов, без какого-то фокуса на это. Но это просто там есть, и это остается в тебе, когда ты это смотришь. И да, финал, когда все начинается с того, что он встает, он лежит около какого-то дерева, встает и заканчивается почти тем же. Он к стволу дерева просто прислоняется, его путешествие закончено. И это мне нравится тоже, это такой цикл замыкается. И что самое страшное, фильм кончился, но для этого чувака война не кончилась, она дальше продолжится. Для меня страшно было то, что ты просто знаешь, ты с ним пронес вот это письмо, а ему просто говорят, ну все, хорошо, молодец. Но в этом смысла особого не было, потому что придет другое письмо, и там другой будет приказ. И ты такой, вау, то есть ты ожидал какую-то награду для героя, что-то такое. Еще дело в том, что ты думал, что это путешествие, вот это ужасное, тяжелое путешествие, ты думал, что оно обладает каким-то весом для войны, в смысле. Ты думал, что ты делаешь что-то важное, ну точнее, что главные герои делают. Я так говорю, что ты, потому что ты как будто вместе с ними находишься, все это путешествие. А в конце ты узнаешь, что это вообще, ну, мало что значит. Вот, вот, потому что война, она гораздо тяжелее, чем то, что ты увидел. Она гораздо тяжелее. И вот это осознание, оно бьет тебя в конце. И ты такой, по-настоящему оседаешь в кресле, такой, е-мое. И как бы все. И фильм заканчивается на вот этом солнечном свете, жизнь идет дальше, и люди продолжат умирать и убивать друг друга. И вот, да, это, это, то есть, я вообще не мог предположить, что этот фильм мне настолько понравится. Я видел в этом чисто техническое дрочево какое-то перед фильмом, что с этим одним тейком, они ради него только этот фильм делают. Но это в фильме очень мощное эмоциональное ядро, которое было мотивировано, оказывается тем, что у главного героя Сэм Мендес, он про своего отца, по сути, его отец на подобной миссии находился во время войны. Или его дед, я точно не помню. Возможно, дед. По-моему, отец он говорил, но я не знаю, как это вот. Наверное, возможно, не знаю, сколько Сэм Мендесу лет. Но он говорил, что его отец, будем говорить отец, что он был очень низким, у него был метр 60, что ли, рост, или что-то такое. И там была такая, миссия, что типа на поле боя стоял туман высоко, выше, чем метр 60. Его послали передать послание, потому что он может под туманом бегать, что его не увидят. И он с этим письмом один бежал в одиночестве, или, по-моему, с напарником, по-моему, один он бежал, чтобы передать вот такое вот послание. И вот он про это, по сути, этот фильм и снял. Ну, конечно, более драматично, с большим масштабом в данном случае, но коренная идея та же. И поэтому, я думаю, эмоциональное ядро такое мощное у этого фильма, потому что за ним кроется реальная мотивация рассказать историю очень близкую этому человеку. Вот, 1917, пятое место. У меня к таким фильмам про Первую мировую не покидают еще такая мысль, что смотришь на эти все разрушения и войну, и там, и так далее, и мысль проскакивает, блин, я ведь еще все, еще впереди. Это как, типа, разминка. Да, еще все хуже, хуже будет. Да. Так, так, так. Пятое место. Пятое место. Пятое место. Паразиты. Женхо. Я, кстати, фильмом, точнее, с реакцией на этот фильм достаточно странные такие вот вещи творятся в моем просто мироощущении, я не знаю, потому что, с одной стороны, она немножко начала уже подбешивать, дошла до того, что паразиты стали вдруг внезапно черно-белым фильмом, они заново вышли в прокат в черно-белом варианте. Для меня это до сих пор загадка, я не понимаю, типа, зачем рушить настолько цветовую гамму, которая была еще специально спроектирована для рассказа этой истории в черно-белой, я, ладно, хорошо, но потом я все же отсек от себя вот этот весь багаж, раздражение вот восприятия этого фильма, и все же я просто понял, что фильм характеризует одно слово перфекционизм. Перфекционизм в режиссуре, в операторской работе, в сценарии, это вот три столпа настолько плотно переплели друг с другом, ну и там, конечно, сопутствующая музыка, монтаж и так далее, то есть здесь настолько все продумано, прописано, что ты просто поражаешься, насколько вот мыслительный процесс Пола Джунхо вообще как кинематографист, так и насколько он далеко может заходить во всем этом. Я, какой-то меня даже был поражен, когда появились эти ролики, которые показывали специальных эффектов, спецэффектов, которые были использованы в этом фильме, я даже не думал, что такого количества их здесь применено, что даже дома они построили специально для съемок этого самого, этого фильма. Да, и я смотрел опять же в кино, это опять же один из тех лизов, который быстро отобрался до кинотеатров, ну в принципе еще бы такой знаковый фильм быстро доберется до широкого проката, и я был на одной волне с всем залом, потому что сначала ты смотришь как комедию, все смеются, ты тоже вместе с ними, потому что действительно юмор работал, потом начался триллер на моменте того, когда дверь в подвал открывается, та самая, там даже прям камера туда так залетает, и гамма сразу цветовая меняется, тебе действительно остается просто неуютно от того, что ты какую-то страшную тайну открываешь этого дома, вот, и я помню, мне еще концовка этого фильма дала такую нехилую пощечину, когда помнишь, он письмо читает, а тут сначала как бы главный герой там паренек фантазирует, что типа все хорошо, там все так разрешилось, все благополучно, а потом оказывается, что он это письмо читает отцу, и говорит, что когда-нибудь все это типа случится, меня это так пробрало, я подумал, блин, ну не может же Пун Джин Хо закончить вот эту историю вот таким вот типа смазливым хэппи-эндом, нет, оказываться не может, я не собирался, у меня были совершенно другие планы на этот счет, да, я в принципе просто рад за Пун Джин Хо, что он получил вот эту всю славу, и Оскар, и прочее, потому что, черт возьми, он все-таки заслужил это, потому что Пун Джин Хо это, наверное, я не знаю, то есть, ну это хорошее сравнение, это очень знаковое, то есть, я там слышал даже, что в Корее, в принципе, в Вижене Корее к кинематографу особое отношение, его встречали, как, не знаю, как олимпийского чемпиона обычно, знаешь, там самолет, стропа там, ура, ура, там, да, и я, по сути, мой первый фильм знакомства с этим режиссером был «Воспоминание об убийстве», это просто охрененное кино, ребята, кто не смотрел, обязательно сделайте это, потом это был фильм «Мать», и я понял, что это, этот человек, это просто, ну, кинематографист с большой буквы, что называется, высшего калибра, да, вот, поэтому я был в восторге, просматривая «Паразитов», я вышел с кинотеатра, я помню, я шел, и просто, опять же, у тебя была такая моральная дилемма, как бы, да, кто прав в этой всей истории, ну, на чьей ты, как бы, больше стороне, да, и ты правильно подметил этот момент социального расслоения, который, в принципе, основан концепт всего, вот это, все идеи, и вот эти, эти сцены, когда у них потоп во всех этих трущобах, это просто, ну, я не знаю, у меня эмоциональный такой пик был в тот момент, потому что ты реально видишь, что сейчас они просто могут погибнуть даже, они могут утонуть, банально, во всем этом, и мне нравилось, как он показывал постепенно, как у главного, вот у отца главного героя, хотя они там все главные герои, сложно говорить, но у отца семьи бедняков постепенно растет это раздражение, какая-то ненависть, ты вместе с ним, ты понимаешь, почему он это испытывает. Комплексные полноценности у него, да, развиваются. Сон Кан Хо, это гений, это гениальный актер из Кореи, Сон Кан Хо, который вот играет отца. Это, да, тот, который снимался в этом воспоминаниях убийства, его финальный взгляд в камеру, это, это, это один из самых таких пробирающих меня финалов в кино вообще. Да, это не имеет смысла описывать, это нужно видеть, поэтому, пятое место, Паразиты, ну, это шедевр, на мой взгляд, и я не собираюсь как-то принижать оценку Фиму из-за того эмоционального, сверхэмоционального шума, который там вот... Много шума, много ажиотажа, который раздражает, я согласен. Но, с другой стороны, я согласен, я, ну, как бы рад за Пумжен Хо, что на такой фильм среагировали, нежели, допустим, как среагировали на Джокер, например. Ну да, да, лучше уж так, чем на Джокер, как бы, да. Поэтому такое пятое место. Что интересно, Ариастер, которого я уже столько хвалил, будет делать как раз для HBO, по-моему, телеадаптацию паразитов. Интересно, что из этого получится. Я не знаю, вот честно, честно не знаю. Ну, режиссер, как минимум, хороший, посмотрим, что будет. Ну да. Может, поэтому Бонжун Хо его так нахвалил. Промо-компания уже заранее готовит. Да, все уже началось. Все, раскусили, блин, план. Раскрутка началась. Окей, на моем четвертом месте «Маленькие женщины» Греты Гервик. Мне просто, я просто обожаю атмосферу, и просто, блядь, это будет фильм, который я буду много раз пересмотреть, просто потому, что, вот как ты говорил про... Виталина? Нет, про... Pain and Glory, по-моему, ты говорил, что это фильм, который исцелил твою душу, типа, да, что это фильм, который ты вот смотришь, и просто это так приятно у тебя, да, на душе. Вот этот фильм для меня, Little Woman, это самый feel-good movie, наверное, год, несмотря на то, что в ходе фильма происходят некоторые довольно жесткие вещи, и печальные, и горести много в этом фильме, но в нем такое женское сердце в этом фильме, такое... такое... такая энергия у этого фильма, только женщина могла такое снять, мужчина никогда бы не смог такой фильм снять, как Little Woman, Греты Гервик, и это как бы классика литературы американской, насколько мне известно, которую в адаптации которых около 10 фильмов уже, наверное, было снято, то есть это очередной фильм, по идее, то есть это один из тех, одно из тех произведений, которые время от времени раз в 10 лет кто-то доделает адаптацию, типа Джен Эйр или там, я не знаю, из этой оперы, но я об этом-то ни хрена не знал, когда включал фильм, мне вообще было плевать, я не знал ни контекста, ничего, я просто хотел посмотреть новый фильм Греты Гервик, второй по счету, после Леди Бёрд, очень успешного дебюта, было очень просто интересно посмотреть, как начнется ее траектория действительно, потому что это хорошая отправная точка, но куда поведет ее траектория дальше, и с этим фильмом она просто взмыла вверх, это 5 из 5, это высшая оценка от меня, то есть это это просто такой такой добрый, теплый, и то есть во многих аспектах он немножко может напомнить стилистику каких-нибудь 90-х, в том плане того, как сценарий развивается, и как драматургия работает, но это все пронизано, в этом нету какого-то расчета для меня, я не увидел здесь, это как, знаешь, как фильм 90-х, и мы вот так говорим про фильм, как будто они все плохие такие, да, и значит, все такие чисто попсовые и так далее, да, там были много хороших таких фильмов, но все-таки это такое более коммерческое кино, мне кажется, 90-е, более коммерческое, менее авторское, мне кажется, если мы говорим об американском кино, такое у меня ощущение, здесь же она умудряется совместить и коммерческий, и авторский момент, в том плане, что это явно дорогой был фильм, гораздо более дорогой, чем Lady Bird, здесь больше локаций, тупо весь, все костюмы эти, все, я не знаю, сколько было денег, конечно, в это вложено, если Lady Bird сравнивать, здесь, по-моему, нет смысла, все было снято на пленку, фильм выглядит очень так, ну, как фильм, действительно, то есть он обладает этим целлоидным вот этим вот обликом, который никак не подделать все-таки, он просто ощущается как какая-то классическая история и переносит тебя в этот, и причем с точки зрения того, как разговаривают персонажи, это примерно как вот Грета Гервик делала, как София Коппола делала в Марии Антуанетти, то есть это более-менее современные диалоги, которые произносятся людьми из другой эры, а здесь эра, то есть сразу после Гражданской войны в Америке показывается. По сути, ты наблюдаешь за вот этой семьей, где только дочки рождались, их, по-моему, пятеро дочерей, играют их Серши Ронан, Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Элайза Скенлен, и саму мать играет Лора Дерн, которая здесь потрясающая, Лора Дерн здесь потрясающая. Вот здесь она больше заслуживает, блин, мне кажется, роль второго плана даже, чем в Marriage Story. Здесь также играет Тимоти Шаломе, сразу плюс. Мэрил Стрип играет сварливую бабку, бабушку, главной героини. Хороший Боб Оденкерк играет отца, который Soul из Better Call Soul. Отличный кастинг, и да, все с точки зрения вот Пирио, показа периода вот этого, костюмы, грим, все вот это, да, и просто сама история, ну просто, это просто вот как греет мое сердце, мою душу, вот эта атмосфера этого фильма, сама ее история, доматургия как выполненная, юмор, комедия и более серьезные моменты. Это было просто вот как раствориться в ванной в какой-то после долгого рабочего дня, просто, ааа, как это мило, как это, как это хорошо просто ощущать этот фильм. Поэтому он так высоко, и просто, да, то, что у этого фильма очень провозглашенно, он о женщинах, Little Women называется, он снят с женщинами, и он вот этим каким-то материнским, каким-то женским духом обладает, очень сильным, которым мне интереснее и интереснее из года в год вот такие истории смотреть. О женщинах, неважно с кем, кем они сняты, мужчины или женщины, но чтобы они были правдивы, правда женская. Вот это мне из года в год все интереснее и интереснее такие истории смотреть. И это вот один из тех фильмов, который делает это восхитительно. Ну, а сами, сам сюжет, то есть, это вот эти дочки, они, это в какой-то степени похоже на Invisible Life, только не так трагично, возможно. Это что, да, вот эти дочки, как их судьбы, уходят, вот они в этом одном доме вместе жили, да, семья большая, в какой-то момент они начинают каждый разбредаться по своим этим. И как они переживают эти моменты расставаний, как они переживают момент того, что этап твоей жизни заканчивается, и теперь ты сам по себе, по сути. И вот кто куда и как их судьбы формируются. Потому что в этом доме они все были счастливы, это было замечательно. Но дальше настоящая жизнь начинается, когда ты уже выпархиваешь из этого гнезда и что происходит с тобой дальше, куда тебе дальше судьба поведет. Опять же, драматургия может многим показаться очень такой стандартной, ожидаемой, да, клишейной может даже. Но тут все-таки сила этого фильма в том, что сила его проглядывает через весь, всю эту структуру качество диалогов и качество актерской игры. И Грета Гервик показывает себя как один из тех режиссеров, который имеет интимное и очень близкое взаимодействие со своими актерами. В ее фильмах я чувствую, что все понимают на 100% как играть этих персонажей и они делают это любя. Они делают это любя материал и с полной самоотдачей и с душой. Грета Гервик это один из тех режиссеров и это крайне качественно для любого режиссера вот такое взаимоотношение с актерами. Поэтому да, несмотря на вот эту более такую стандартную традиционную структуру, фильм показывает свою силу вот в этих моментах, в диалогах, которые происходят в течение фильма. И поэтому это оказывает гораздо больше эффект, чем по идее такая структура и драматургия заслуживают. То есть она как бы через ее труд как сценариста и режиссера эта вся схема эволюционирует. И да, это просто супертеплый экспириенс был для меня, поэтому маленькие женщины Грета Гервик на четвертом месте. Обязательно посмотрю потом. Так, на моем четвертом месте Маяк Лайтхаус Роберта Эггерса. Я точно так же как и ты из первых кадров трейлеров абсолютно влюбился в этот фильм Ожидание Да, я с тобой все-таки соглашусь это самый ожидаемый наверное фильм 2019 года просто из-за своей смелой какой-то стилистики которая как бы не супер оригинальная она понятно что тянется еще к давнишним годам зарождения кинематографа но такого ты давно не видел в современном кино как минимум поэтому как и просто уже там первые кадры когда на тебя просто стоят и смотрят эти персонажи Уильяма Дефо и Роберта Пантинсона хотел срочно смотреть этот фильм особенно мне еще привлек в трейлере звук маяка и в принципе весь этот протяжный его вой абсолютно какой-то неземной я не знаю ты знаешь как будто монстр с глубин как будто ктулху да главкартуски вот потому что фильм как бы взял много в принципе от самого Лавкрафта я помню этот рассказ по-моему таки назывался маяк или смотритель маяка где одинокий смотритель убил чайку и по старым преданиям известно что души погибших моряков вселяются в чаек то там его постигла не самая заметная судьба по-моему чайки заклевали что в принципе даже в этом фильме проходит в конце как бы одна из таких вот версий потому что ты долго времени понимаешь в фильме то реальность сейчас или это просто плод безумия да то есть у самого фильма такая структура что он приглашает такие интерпретации что вообще это все не произошло у нас у меня было в голове какого-то чувака который совершил что-то ужасное или еще что-то такое и я абсолютно опять же с тобой согласен что абсолютно не хочется искать читать эти все теории там и подходили с греческой мифологией вот этот самый маяк из-за этого чуть ли не как фаллический символ это все видит и так далее и так далее я уверен возможно там это все есть потому что Роберт Эггерс тот еще задрот и тот уровень продакшена который был предпродакшен точнее который был применен к этому фильму то есть воссоздании всей этой атмосферы вплоть до костюмов лексики сленга маяк сам построили блять они построили маяк огромный то есть уже подразумевается что там очень много все закрыто но это все не важно просто хочется брать и наслаждаться каждым кадром каждой сцены этого фильма потому что я как бы немножко признаю и понимаю твою претензию что немного не хватило какого-то истинного безумия потому что трейлер все-таки к этому располагал ты подумаешь что сейчас вот 18 с плюс просто распространяется и ты такой вау все второй косинной томогавкой это даже как фильм маркер сравнивать с чем до косинного томогавки и после да абсолютно опять же присоединяюсь к твоему требованию смотреть этот фильм только в оригинале потому что вот эти все акценты то как они говорят your dog это вот в ругане персонажа Уильяма Дефо это пиздец то есть Уильям Дефо опять же вот в этом году в прошлом году его отмечала в актерскую работу в фильме на пороге бесконечности так и в этом это какой-то невероятный актер просто гений причем мне самое нравилось что Роберт Эггерс замечал различия между подходами Роберта Паттинсона и Уильяма Дефо то есть Уильям Дефо больше как он охарактеризовал типа более такой театральный актер то есть он больше вот следует указаниям режиссера да то есть вот такой более систематичный что ли наверное к этому подходит а Паттинсон наоборот он как-то более свободно себя ощущал в этом всем но ну смотри я слышал такое что Паттинсон вел себя больше в персонажа методично в том плане что они не шутили между дублями с Дефо хотя Дефо пытался разговаривать да то есть Дефо понимаешь он как профессионал просто он входит и выходит из образа легко да 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 Паттинсон же просто пытался вживаться ну то есть максимально максимально но но это один из лучших дуэтов в принципе что я видел в кино потому что вот эта вот химия между ними сначала ты опасаешься Уильяма Дефо потом ты как это мне даже сталкиваться переживать когда Паттинсон сказал персонаж Паттинсон сказал что тот херово готовит и какие господи тирады Уильяма Дефо начал просто говорить напомни мне что он готовил еще он говорит но тебе же ведь нравится мой лобстер признай тебе нравится мой лобстер такое и это и он так прям обиделся типа как как знаешь его задело да 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 и его абсолютно диспропорциональная реакция и и в конце и в конце этой тирады Томас исполнение Роберта Паттинса говорит окей have it your way да типа окей ты нормально готовишься расслабься победил да и как охеренный разрядка комедийная была в этой сцене да да но просто Уильям Дефо реально без запинки просто вот километры текста там три минуты или даже эти еще его смешные зубы накладные в этом кадре когда вот он эту тираду значит его еще так подсвечивают снизу вверх что такое у него как из хоррор фильма действительно такое лицо становится из какого-то германского экспрессионизма да 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 просто запиздец я даже не знаю что будет в Носферату который будет это по сути фильм мечты чуть ли не Роберта Эггерса он долго к этому шел вот наконец-то я думаю есть возможность снять Носферату да что еще сказать операторская работа в этом фильме Лайтхаус просто потрясающая опять вот это ограничение как типа чуть ли не один к одному фильм у тебя идет вот так я обожаю я опять рад что у меня в топе есть черно-белое кино в прошлом году у меня было аж два черно-белых фильма один из них даже на первом месте был я обожаю черно-белое кино вот и да что еще сказать это на мой взгляд абсолютно шедевр и высоченная работа Роберта Эггерса просто как человека который педантично подходит к своей работе и к материалу с которым он работает и он очень молод он очень молод еще он родился в 83 году он меня старше на 9 лет значит ему 37 лет да чуваку 37 лет он уже снял Лайтхаус и Ведьму ну чувак все-таки да он работал в принципе всю жизнь в кинематографе то есть он писал видимо там как-то все работало но вот Ведьму был его дебют от которого я просто охренел от этого фильма замечательный абсолютно вот кстати вот на мой взгляд вот тогда пошла какая-то вот волна свежести от хоррор жанра потому что Ведьма причем вот при своей абсолютной вот блять ну это история взятая из этих из сказок по сути да из этих вот переданий опять же фольклор да но как он свежо подал этот материал это было невероятно вот поэтому Маяк да я не знаю есть еще люди которые не смотрели этот фильм потому что он тоже достаточно громко гремел но дорогие друзья если вы этого не сделали обязательно посмотрите обязательно на английском языке это жизненно необходимо какой бы у вас прекрасный был не был бы актер дубляжа но он просто тупо не справится с этой работой чтобы да и это не нужно в принципе делать потому что опять же работа пройденная над воссозданием просто лексики тех людей того периода ну проведена какая-то нереальная в общем поэтому да четвертое место замечательно на моем третьем месте дылда Кантемира Балагова это на данный момент я думаю лучший его фильм хотя я обожаю тесноту тесноте я тоже поставил пять из пяти тесноту причем я посмотрел на ютубе она есть вся полностью на ютубе в хорошем качестве в свободном доступе ну и после тесноты конечно я дылду начал ждать то есть я начал разделять твой энтузиазм действительно ждать этот фильм смотрел я его с матерью и в конце я понял окей это один из лучших фильмов года определенно то есть на тот момент это вообще был лучший фильм что я посмотрел вот на тот момент он стал первым в моем топе во-первых я просто нахожусь в восторге от дуэта актрис Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина их дуэт делает этот фильм на самом деле их дуэт делает этот фильм и да очень жесткая атмосфера у этого фильма в начале фильма происходит нечто очень жесткое и при этом интимность с которой это было снято она усиливает эффект без какого-либо саундтрека или наезда камеры или еще какого-нибудь манипуляции просто смотришь и поверить не можешь в то что происходит и последствия войны хорошо отображены на людях и сам фильм это такая некоторая аллегория на самом деле да то есть эти две героини это не обязательно две именно эти героини это две идеи два ветерана женщина-ветерана которые вернулись с войны но не вернулись с войны по сути вот и травма которая есть после этого и как вот это поколение надеется на следующее поколение и даже использует его возможно даже в какой-то степени в какой-то степени даже возможно эгоистично для того чтобы ослабить свои раны и свою травму от произошедшего ну то есть надежда на то что да ребенок решит твои проблемы так скажем твои проблемы которые не будут решены до самой твоей смерти к сожалению но при всем при этом все-таки фильм кончается я бы сказал на позитивной ноте на ноте на ноте боли но на ноте надежды надежды я не буду говорить что там происходит в финале я хочу чтобы все кто слушает этот подкаст посмотрели дылда но да для меня этот фильм качается все-таки на немножко приподнятом таком сцена застолья которая ты говорила одна из моих любимых еще и потому как виртуозно балагов в ней использует планы в том плане что большую часть сцены 85% это такой общий план издалека как будто издалека наблюдаешь за этим диалогом а потом происходит этот крупный план на лицо Василисы Перелогиной Маши и просто вот этот вот внезапный клоусап на ее лицо это просто было как бля я не знаю как разрыв ядерной бомбы для меня просто я несколько минут смотрю вот этот удаленный план и знаешь просто вот то как вот он умело использует эти крупные планы на лицо это вот заставляет тебя ценить искусство крупного плана потому что я вот сейчас смотрю фильмы и вот люди просто без разбора используют крупные планы на лицо и просто не вкладывают вообще никакой мысли просто уже ничего не значит для современных фильммейкеров для большинства ну крупный план на лицо все же так делают и я так буду делать типа да шот ревершат все же так делают и я так буду рассказывать свою историю не думай даже как можно по-другому рассказать историю не думай даже а может порой ну не нужно да этот крупный план на лицо В этом плане Дилда – это один из вот этих фильмов, который вот умеет использовать искусство крупного плана и делает это только там, где это нужно по-настоящему и делает сцену сильнее. И крупные планы обе актрисы выдерживают потрясающе, потому что, мне кажется, они обе абсолютно одарённые. Что Перелыгина, что Мирошниченко. Да, это, по сути, молодые актрисы совсем. Да? Это их первые роли, по сути, для обеих. И, как бы, я поражён. Видимо, у Балагова, как и у Греты Гервик, есть талант общения с актёрами, потому что ни секунды фальши ни в одном из этих двух перформансов для меня не проскользнуло. Но для меня главным открытием всё-таки остаётся не Дилда, из названия, а именно Маша, Василиса Перелыгина. Я просто влюбился в неё в этом фильме, в её образ. Образ вот этой молодой ветеранки, или я не знаю, как это называется. Вот в этом вот, когда она появляется, такая красивая девушка-солдат, которая прошла через ад просто. И как бы она прошла через ад, она вернулась в мирное время, где её ждёт тот же сам ад. То есть её ждёт нечто ужасное вместо цветов и фамфар. это так больно просто видеть. И мне нравится работа с цветом в этом фильме. В частности, обильное использование зелёного и красного для... То есть использование цвета для... в метафорических целях, и такое компетентное, оно редко бывает в фильмах. Зачастую цвету не так много уделяется мысли в кино. Но здесь же вот эти именно два цвета, и как он их использует, и то, что они имеют вес не только в визуальной, и не только в метафорической плоскости, но и в сюжетной плоскости. Вот это платье, которое, помнишь, ей там... и которое она там одевает, хочет одеть. То есть это даже в сюжете некоторые имеют отражение. Как бы традиционно считается, что зелёный и красный это такие несочетаемые цвета, поэтому тебе вот так вот прямо чётко, в версии его фильма показывают разграничение героинь. И для меня... Я уловил с этих двух цветов это цвета войны и цвета крови. Для меня лично. То есть зелёный ассоциируется с военной формой, а красный – это кровь. Война. И кровь, которую она после себя оставляет. И травмы, которые она после себя оставляет. Но также зелёный цвет – это не только война, это ещё и трава, это ещё и природа, да? То есть тоже, возможно, надежда на какое-то будущее без апокалипсиса, так скажем, без насилия. Вот эти два цвета, они доминируют во всём фильме. И на постере это видно, кстати. Так он Роднянский говорил, что типа, когда он спросил у Контембера, ну, почему такое цитовое решение, он говорит, да, так это ржавчина жизни. Так ответил. Как ржавчина жизни? Охра. Там даже не совсем красный, он такой вот, оранжево-красный как-то. Охра вроде называется оттенок и что-то вроде вот. Да, да-да-да, определённо. И да, это просто был сильный экспириенс. Это действительно тот самый фильм, который ты смотришь, и он просто оставляет на тебе какой-то след. такой, и ты, и ты. И это один из тех фильмов года, который больше всего путешествовал со мной в моих мыслях после просмотра. Я очень много о нём думал. Очень долгое время он не покидал мои мысли. Этот фильм и как-то оставался во мне. Вот это, на самом деле, это самое лучшее, что можно получить от кино. Это когда оно настолько глубоко в тебе застревает, что ты долгое время просто, оно, 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 оно в тебе. И ты ходишь с ним. И ты перевариваешь его долгое время эмоционально, интеллектуально. И даже, это тот фильм, который, даже если я его интеллектуально до конца, возможно, если я никогда его не пойму, для меня это не будет каким-то горем. Потому что эмоционально он во мне глубоко сидит, и для меня этого достаточно. И да, это один из сильнейших фильмов года для меня. Консимир Балагов теперь один из интереснейших режиссёров, за которыми я буду следить пристальнейше просто. наблюдать. Так что будем ждать, что ещё нам предложит Консимир после всего этого безумия с коронавирусом, когда производство кино возродится, возобновится. И очень интересно, о чём будет его следующий проект. Я знаю, что сам Консимир очень хотел фильм вообще на плёнку снять. У него это не получилось сделать. Он делал тестовые сцены, типа на плёнку. И он показывал их там на YouTube, вы можете посмотреть пресс-конференции. Не пресс-конференции, а как типа, я не знаю, встречу с фанатами. Тоже с кем-то, да. Да, да, да. И там он показывал, как это бы выглядело на плёнке. То есть фильм выглядит потрясающе, но, бля, на плёнке бы он выглядел ещё более магическим. Это действительно видно было, что просто, да, это было бы изумительно. К сожалению, не получилось, но как он выглядит, он всё ещё выглядит потрясающе, поэтому к визуальной составляющей у меня нет претензий вообще. Окей, окей. Третье место фильм под названием, вернее, одна из фраз персонажа «I'm gonna come» это Uncut Games, либо «Негранённая драгоценность», наверное, будет называться в переводе на русском. Это фильм «Братьев Сэдди», главную роль, который расплавляет внезапно Адам Сэндлер. И тут как бы сразу так, а? Адам Сэндлер, да? Серьёзно? Ты с Адама Сэндлера сейчас вот хочешь прикольнуться, да? И что? Что ты хочешь мне донести-то? Да вот в том-то и дело, что я вообще не ожидал, что этот фильм вызовет у меня такую бурю эмоций, которую я испытывал за время просмотра этой картины. Фильм повествует о человеке, которого там, как, понимаешь, еврей, такой, выживает в Америке. У них там, видимо, такая достаточно большая семья, видимо, такой около семейный бизнес внутри этой семьи. И он держит, он, в принципе, занимается ювелирными украшениями, он держит свой магазинчик. По сути, в Нью-Йорке это настоящая прослойка бизнеса, которой в основном евреи занимаются. Это он не только в Нью-Йорке. Уже знаешь. Да. Вот. И да, он как бы вот, ну, нам, в принципе, показывает то, что он достаточно такой, в принципе, успешный человек, потому что у него есть там, блядь, он оденную квартиру покупает своей любовнице. Да, он говорит, и он, мне просто нравится, как он одевается, блядь, это настолько вот неуместно, неуклюже, блядь, просто черная такая кожаная куртка, какие-то, как это называется, макасины, или как это такая, обувь, с золотыми вставками, очень много каких-то брюликов и так далее, этих вот золотых украшений. И Адам Сэндлер в этом фильме это одна из лучших, в принципе, мужских ролей в этом году уж точно. Просто потом, просто как он отыгрывает эту персонажа. Я абсолютно не ожидал такого перформанса от него, серьезно. То есть, понимание того, что перед тобой сейчас вообще-то Адам Сэндлер, как бы человек, который, в принципе, ассоциируется с не самым лучшим качеством кино, оно стирается в последнее время, оно стирается моментально, просто он настолько сильно погружается в свою роль и ты вместе с ним туда, да. И этот фильм, в принципе, рассказывает вот этому человеку. Ты, по сути, следишь за его несколько дней из его жизни и этот человек крайне, крайне, крайне зависим от азарта. Азарт может включаться не просто идти в казино и играть там в игровой автомат или в рулетку, а просто делать какие-то опасные сделки с какими-то не совсем там приятными людьми и, скажем так, то есть фильм начинается, он уже кому-то, блядь, должен денег постоянно, на него уже как-то чуть ли не охотится, ну, в смысле, это такой вау, что происходит. Да. Поэтому и попутно он еще как бы семьянин, он перекрывается ролью, типа, примерно семьянина, хотя сам там изменяет жене с любовницей, у него постоянно все идет стеблить, простите, просто по-другому это писать, ну, никак нельзя, постоянно что-то у него рушится, постоянно, ты просто же знаешь, я в какой-то момент чуть не ставил фильм на паузу, чтобы просто передохнуть, потому что настолько ты с ним, ты с ним, вот, понимаешь, ты его сопереживаешь, и каждая его неудача бьет по тебе в буквальном смысле, и он тебе показывает, что даже несмотря на весь тот успех, который имеет человек, что у него там семья, там, дети красивые, все дела, возможность покупать, блядь, квартиры в Нью-Йорке, что человеку этого может быть все равно мало, ему это вообще может не интересовать даже, главный интерес, вот этот постоянный какой-то адреналин в крови, азарт, ожидание, как сказать, какого-то результата, проиграл ты или нет, да, пан или пропал, и ты просто порой уже охреневаешь от тех решений, которые принимает этот персонаж, и говоришь просто, чувак, блядь, успокойся, хватит, остановись, что ты делаешь? У меня похожие были ощущения от Last of Us 2 опять, я буду всегда приводить педагогу, когда я могу это сделать, я буду всегда говорить о ней, вот, и когда путешествие Элли, она совершает столько неправильных решений ради вот этой идеи мести, да, что это примерно как с Говардом из этого фильма, то есть вот эта вот конечная идея настолько затомевает разум, что в процессе человек уже не ведает, что он творит, он уже сбивается с пути, и ты просто злишься на него, но ты понимаешь его, в обоих случаях это так было для меня. В фильме просто охренительный саундтрек, Даниэль Лопатин, да, заглавная тема, которого просто вот она втражает все настроение этого фильма, какая-то такая вот, знаешь, загадочность и какой-то злой рок, который все время висит над этим героем, в который все время попадает неудачи, поэтому я был крайне удивлен, опять же, что, ну, во-первых, то-то эмоциональное влияние, на которое меня оказал этот фильм, и то, что об этом фильме мало говорили на самом деле в достаточно таких популярных кругах, потому что я своим друзьям просто советую этот фильм, никто о нем даже не слышал, и это, на мой взгляд, одно из главных упущений вот этого вот инфошума, что этот фильм просто остался многими незамечен на самом деле. Я на своей работе двум людям после этого, посмотрите, они его посмотрели. И какого? Одному из них он не очень понравился, а второму понравился. Но я просто рад, что хотя бы через меня еще два человека посмотрели этот фильм. Я рад, что здесь играет прям целый настоящий Кевин Гарнетт. И клево играет, причем. Клево играет. Причем я сразу такой, типа, я сразу не узнал, такой, о, какой-то актер, Кевин Гарнетт, подожди, Кейджи, Кейджи, бля, это же точно тот самый Кевин Гарнетт с Бостон Селтикс. Боже мой, здесь очень много завязано еще на баскетболе в этом фильме. Очень много. Но это также увлекательно тоже все. Да, да, поэтому в фильме просто охренительный сценарий, охренительный режиссур в том плане, что он, фокус твоего внимания не улетучивается ни на минуту. и порой этот фильм действительно в приятном смысле больно смотреть, просто потому, что ты настолько сильно переживаешь, что тебя уж уже, блядь, к тебе колотит всего. Вот, поэтому, наверное, ты знаешь, эффект такой, вот, как тебя с персонажами манипулирует твоим настроением залер, как вот при первом спорте, закататься в асфальт у меня было. Вот, поэтому, как-то так. Я тут, конечно, наговорил, все на эмоциях, но потому, что об этом фильме разговаривать иначе, я не знаю, не представляется возможным, потому, что вызывает бурю эмоций у тебя. Потому, что ты вспоминаешь, это как вьетнамский флешбек этот фильм. эта фраза I'm gonna come, это точно так же в конце фильма. Хотя в конце фильма там совсем другие эмоции, но я не буду говорить, чтобы не проспределить. Вот, поэтому третье место, блин, это приятный сюрприз девятнадцатого года для меня. Отлично. На моем втором месте портрет девушки в огне. Сука, да! Я думал, блядь, ну-ка, должно же что-то совпасть. Селин Сиама. И, кстати, на Лотербокс ее рейтинг этого фильма до сих пор отражается уникальными огоньками. Огоньками, да. Это замечательно. вещь. Я рад. Я рад. наши токы, в принципе, получились очень разными в этот раз, но я знал, что, сука, где-нибудь мы все-таки наши дни... Вот здесь мы, я думаю, поняли друг друга в этом фильме. Да, то есть это самый чувственный, самый тонкий, самый интимный фильм года для меня был. Он такой тихий, такой спокойный, но такой проникновенный. Вот, кстати, у меня вот есть ассоциации с дылдой в этом плане, в том плане, что это о двух девушках, которые любят друг друга. То есть, мы не говорили об этом в дылде, но там отношения далеко не просто дружественные, особенно в конце это видно, что есть определенная такая, ну, любовная линия. И здесь тоже самое в какой-то степени. Тут, кстати, тоже зеленые и красные у нас в кадре в letterbox они стоят в красном и зеленом. Здесь, знаешь, немножко другой характер, я хочу сказать. Здесь, мне кажется, больше исследуется какое-то вот, понимаешь, отсутствие и, в принципе, желание вот получить эти самые обыкновенные человеческие эмоции, как вот теплота. Хотя, наверное, в дылде тоже это раскрывается сильно. Но здесь вот прямо я ощутил вот этой героини, которая, по сути, заперта на этом острове от социума какого-то, заперта вот этих самых эмоций, как обычная человеческая любовь друг к другу. Вокруг нее вот эта вот абсолютно красивейшая природа. Она мертвая. И какой бы красивой ни была ее природа, природа в человека в том, что ему нужна любовь. В этом его природа. И мне кажется, что даже если бы туда приехала не обязательно девушка, а какой-то просто даже молодой человек, который вот точно так же попал бы вот ее и понял ее, внутренний мир ее, конечно, сейчас подожди, скажу, который ощутил ее и понимал бы ее, и она бы это тоже понимала, что этот человек имеет с ней связь, она бы тоже влюбилась в него. видишь, я просто не уверен, что этот фильм можно было бы сделать с парнем и с девушкой. Не, я просто в теории, как знаешь, отношения людей, то есть сам контекст это его... Просто тут еще есть элемент женской солидарности, который, ну, недоступен другому полу. Я думаю, что здесь как бы любовь двух девушек, это придает еще когда более шарму этому фильму и куда более такой тонкости, такой штрих такой художника. Тут мускулинность не проявляется вообще в этом фильме. Она не имеет места в этом фильме, поэтому это, я думаю, тут только, да, о девушках мог быть этот фильм. Это именно тот фильм, где именно нужны вот такие отношения, которые были изображены. То есть это такой фильм, который вот ты, вот я его смотрел, смотрел, смотрел и вот у меня не было какой-то сцены типа «Блин, это лучший фильм года», да, или еще что-то такое. Но это просто как такое медленное сознание, что ты смотришь один из лучших фильмов года, и мне очень нравится, что в фильме вообще нет музыки практически, кроме двух сцен. Да, да, да. И это такой эффект оказывает драматический, потому что единственный раз, когда здесь играет музыка, точнее, два раза, это вот из-за того, насколько тихий весь остальной фильм, это просто бьет, бьет тебя по эмоциям, просто бьет, потому что контекст того, когда играла эта музыка и что это значит для этого фильма, музыка, да, это именно тот случай, когда меньше-больше. Я бы сказал, наверное, это про весь фильм, потому что здесь не сказать, что они много разговаривают друг с другом, куча диалогов, тут скорее во взгляде, они общаются глазами, как она на нее впервые смотрит, когда она на нее впервые видит. Мне очень понравилась вот эта сдержанность этого всего фильма, он очень такой вот, он не стремится тебе рассказать или даже очень много показать, что он очень-очень аккуратненько это все делает, это действительно очень тонкая работа, и фильм просто сам по себе фантастически красивый, у него очень приятные оттенки цветов, я не знаю, ты на цифру снимался или на пленку, я думаю на пленку, потому что она выглядит просто восхитительно, вот, и мне нравится здесь есть запоминающиеся образы, помнишь, когда они вот так обволакивают себе, только глаза остаются открытыми, да, 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 идут так по этому, и мне нравится камерность этого фильма, то есть он проходит вот как бы, не знаю, в декорациях вот этого, ну как особняка замка, да, там ограниченное количество героев в нем, и ты буквально ощущаешь вот эту пустоту, которая вот здесь вот царит, и ты еще больше понимаешь героиню, которая влюбилась, по сути, в эту художницу, поэтому это, опять же, фильм для меня просто как-то нереальное открытие, я о нем узнал, по сути, из Летербокса, потому что там в какой-то момент стали появляться топы фильмов 2019 года, я так перешел, смотрю, рейтинг 4 с чем-то, я так, ого, это надо будет посмотреть, вот, ну и, конечно, ты потом посмотрел, сказал, что тебе нужно это срочно сделать, вот, поэтому, да, мне очень нравится символизм в этом фильме по поводу огня, как он, он и на картинах изображен, вот на картине, которую она нарисовала, которую в начале фильм тебе показывается, и в буквальном смысле, когда у нее платье начинает гореть на той самой сцене, когда там все девушки начали петь, причем очень крутой стилистический момент, когда они просто начинают хором петь такую мелодию, она очень интересная, по ритму такая была достаточно, вот, и, ну и, конечно, музыка в финале, блядь, да, я плакал, я дрожал просто весь, я не буду скрывать, то есть, этот момент ожидания, повернет ли она голову или нет, да, вот, а представь, вот, вот сейчас мы во всей доступности информации, да, то есть, мы можем даже следить за любимым человеком, не когда, допустим, когда он куда-то уехал или так, да, да, я тоже думал об этом, а как тогда, ты просто человек исчезает из твоей жизни вообще, ты даже не знаешь, куда письма посылать, черт возьми, но в этом есть романтика определенная, ну то есть, это все делает гораздо более значимым, любая встреча, любой разговор с кем-то, все делает значимее, сейчас мы все настолько, окей, я не хочу это превращать в тираду насчет современного, да, я не буду об этом, но мне еще очень нравится, просто как сюжет построен и его, типа, символическое значение, то есть, механически, что происходит в сюжете, это то, что приехала девушка, ей надо перед тем, как, потому что это, видимо, какая-то традиция, что надо перед замужеством, типа, нарисовать последние мгновения, когда она свободна, девушка, да, когда она одна. Ну там скорее для практической цели, чтобы портрет отправить жениху куда-то там в Португалию. Да, ты прав, ты прав, именно. И сюжет в том, что ей надо нарисовать этот портрет. И тут двоякий момент. Если она его нарисует, ее отправят назад, и она с ней уже не будет, и она не хочет его дорисовывать. Но как профи она должна это сделать, она понимает свою ответственность. Но еще есть один момент, как человек, она не может нарисовать ее портрет, пока она ее не поймет. А вот эта девушка, она для нее большая загадка в большую часть фильма. Ведь смысл в том, что ей нужно кратко рисовать портрет. Она же в долгое время себя не выдает, потому что... Она долгое время не позирует, да. Да, потому что мне в принципе понравилась эта идея сюжета, что многие художники пытались нарисовать эту девушку, но никого ничего не выходило, не получалось. И они просто приняли такой... И ты как бы видишь, что по началу фильма она крадет ее черты как будто. Да, да, это клево тоже. Она подсматривает и по частям собирает. И она рисует довольно неплохой портрет в начале, но это не сравнительно с тем, с которым у нее получается в конце, когда она ее любит. Того, кого она любит, она может нарисовать наиболее, ну, как бы сказать, по-настоящему. Конечно. И вот этот весь лейтмотив мне показался очень трагичным, романтичным, просто очень трогательным с вот этим портретом. Ну да, это очень трагичная история. Она у меня раскрошила мое сердце просто, но... Да. Почти лучший фильм года. Да. Поэтому второе место я буду дальше посмотреть фильмы от этой режиссерши. мне очень... То есть, ну, эта работа прям, ну, мастерпись, как говорится. Это шедевр? Абсолютно. Да. Хорошо, на моем первом месте... А, на твоем втором, ты же про второй еще не говорил, да? А, да, у нас совсем, господи, у меня уже башка не работает, извините, друзья. На моем первом месте... Ну, давай. Анка Джеймс. Нормально. Нормально. Да, я... Это тот фильм, который, когда я его смотрел, я никогда не ощущал такой объем стресса во время просмотра фильма. И дело даже не в том, что я сопереживал Говарду или еще что-то такое. У меня на самом деле... Ну, я его сопереживал, конечно, но я не был, типа, там, не как за Эли, опять же, в Last of Us, да? У меня не было такого, что, типа, если сейчас, там, у него что-то не получится, прям, да, ну... У меня не было какого-то момент-то-момент такого сопереживания. У меня, скорее, фильм... Стиль фильмейкинга меня вводил в это состояние какой-то тревоги. Как камера двигается, как монтаж сделан, как музыка, как кто-то постоянно в бэкграунде что-то, блядь, орет, пиздит, говорит. И вот это все время происходит. Когда кто-то не говорит, музыка на тебя давит. Когда музыка не дает, кто-то говорит. Кто-то кого-то хочет скинуть с окна. Еще что-то ужасное происходит. Все это вот в этой суете фильм погружает тебя, по сути, стиль фильма погружает тебя в будни Говарда, вот этого главного героя. Но не только в сами будни, но в то, как этот человек предпочитает видеть реальность и как он любит в ней себя ощущать. Потому что долгое время я смотрел фильм и как бы я не особо, потому что у него такой стиль у этого фильма, что ты не особо, у тебя не остается времени на рефлексию и на обдумывание. Просто фильм не дает тебе шанса рефлексировать. Ты слишком занят немедленными проблемами, так скажем, которые у тебя возникают перед тобой прямо в моменте. И у меня как-то не было особо времени задуматься, что... То есть, поначалу я думал, что этот чел, он просто все время в долгах, у него нет денег отдать эти деньги. И он типа крутится, вертится из-за этого. В какой-то момент, есть момент, когда он просто возвращается к себе домой, я вижу, погодите, этот чел роскошно живет. И тут я задумался, так дело не в том, что у него нет денег, дело в том, что он кайфует от этого дерьма. И вот тут для меня весь фильм поменялся, конечно, и да, я просто вижу, что этот чел зависимый от адреналина, зависимый от ощущения жизни на грани, на самой грани. Фильм очень интересно начинается, с таким sci-fi каким-то саундтреком и космосом и каким-то потом он переходит вот в этот камень, который нашли где-то в Африке. очень интересное начало, которое через этот камень выходит через толстую чешку Горда на мониторе. Ему там проверяют наличие на рак или что-то такое. И символизм с камнем на самом деле довольно интересный. Это и есть же этот самый неограненный типа драгоценный камень. Как сами братья Севдю говорили, что этот камень это как бы и есть сам Говард. Это человек талантов, неограненных талантов, который мог бы делать большие вещи, но он слишком слишком грубо выкован этой жизнью, так скажем, и тем, как он навигировал через эту жизнь. То есть он пускает свою энергию совершенно не туда, куда стоило ему при его талантах. При его талантах договариваться, при его талантах анализировать рынок, анализировать спорт, все эти вещи, которые его... Его голова это компьютер, по сути. Он держит в голове постоянно миллион разных задач, которые ему надо выполнить, чтобы прожить этот день. И он и есть этот неограненный камень, который мог бы делать большие вещи, но трагическим образом он не видит этого. Трагическим образом погряз в этой гонке в этой гонке за адреналином, в этой... в жизни на грани. И весь саундтрек, он исключительно сайфайный какой-то, который, казалось бы, совершенно не подходит этому фильму, но он так ему подходит. То есть номинально вообще я бы никогда бы не сказал, что такой саундтрек вот этой истории нужен, да, которая происходит в современном Нью-Йорке, да, что-то... Какого хрена? Какой-то Blade Runner 3 скорее, нежели Anka James. Но он так чертовски дополняет эту картину каким-то неуловимым образом. И вот это безумие... То есть я действительно никогда не ощущал усталость такую от фильма. Но это хорошая была усталость. Это был как спринт какой-то все это время. Потому что я слышал, уже была у этого фильма такая репутация, я уже слышал Film Junk, обзор этого фильма, что там говорили про то, что этот фильм он просто изнашивает, истаскивает тебя. Я такой, окей, окей, ладно. Но когда я смотрел, я в какой-то момент я реально устал физически от этого напора. И тут дело не в том даже, что они просто тебе там потрясли камерой, да, где-то там монтажом так поделали. Это крайне сложно сделать, чтобы это не раздражало при этом. Потому что я вот смотрел фильм Her Smell, который я даже не смог досмотреть, насколько он меня раздражал. Это вот то, как неправильно делать Анка Джемс. Это то, когда ты реально вот нарезаешь орбитальные круги вокруг своих героев просто ради того, чтобы это делать. Когда ты вот это вот пытаешься имитировать какой-то движ. и вот там это меня раздражало, я все время думал об операторской работе, все время думал о том, как этот фильм натужно пытается в меня какое-то стрессовое состояние погрузить. Это было настолько неумело сделано, что я даже не досмотрел фильм, просто выключил. Мне просто надоело это. Я не устал, мне надоело это смотреть. Вот Каджемс, я не думал об операторской работе, я просто думал о том, как бы, блядь, живым досмотреть этот фильм. Потому что я как будто штангу тягал все это время. Я не знаю, кстати, у нас две уже параллели со штангами было за подкаст. Не знаю, с чем это связано. Может, в одном из этих фильмов была сцена со штангой, я не уверен. Я тоже не уверен. Я где-то осел в нашем подсознании. Ну да, то есть, это было какое-то как упражнение, какая-то адская аэробика какая-то, я не знаю, но это просто было как будто вот я, да, то есть, это действительно репутация этого фильма подтвердилась. Но это опять же приятная усталость, потому что ты ощущаешь, что ты с героем пришел через... И это не раздражает, потому что так виртуоза снято. Дарьо Шконжи, оператор, который снимал с рефном Толту да Янг, и также он снимал 7 с Дэвидом Финчером. Фильм, кстати, полностью снят на пленку, что тоже делает его облик восхитительным. и да, энергия этого фильма, это, наверное, главное, что бы я здесь видел. Ну и, конечно же, конечно же, в центре такого сюжета, где чувак столько делает дурацких решений, да, которые совершенно контринтуитивны, просто банальному инстинкту выживания, да, тебе нужен актер, который сможет, несмотря на это, влюбить тебя в себя. И вот здесь харизма и обаяние Адама Сэндлера сыграли ключевую роль, потому что, несмотря на все это безумие, которое творит Говард, ты любишь этого героя, ты просто любишь этого героя, ты хочешь, чтобы у него все получилось. Я обожаю, когда он начинает извиняться перед кем-то, особенно перед сожженной, как он-то говорит нелепо, это так забавно было смотреть. Да. Это очень мило, и что интересно, вот эта его любовница, она тоже показана как трехмерный человек, и в конце концов, она она хороший человек оказывается, потому что поначалу ты думаешь, что она чисто пользуется. Да, я знаю, что ты долгое время прям ожидал, что она его предаст, потому что там такие условия, что обычно ты подразумишь, что девушки такого типа уйдут, короче. В последний момент возьмут деньги и кинут тебя, но она с ним до конца и это интересно, потому что я не во многих фильмах видел такое, потому что обычно фильм представляет такой сценарий такого любовного треугольника, где есть жена и любовница, он либо тебе любовница покажет, что она клевая, а жена такая тварь-стерва и вообще ведьма, да, или наоборот, жена, она незаслуженно была предана своим мужем, а телка, она просто горячая штучка, но пустая и вообще предаст его, да, что-то в этом роде. Обычно фильмы кренятся в сторону осуждения одного и типа симпатии к другому, да, но в данном случае сценарий такой, что нет, это все реальные люди и да, это может быть, что да, Говард, он конечно козел, что он это сделал, но с другой стороны, ты видишь, почему он полюбил эту девушку, потому что она реально верна ему, она реально хороший человек, при том, что она чертовски горяча, черт меня подери, тут я тоже просто как мужик могу его понять, и при этом его жена, она не какая-то ведьма, да, от которой любая бы ушел, нет, она вообще никакая не ведьма, она абсолютно адекватная, и как бы все, и это вот жизнь, чувак, и никто здесь не злодей, и да, и я скажу, я не буду говорить, что происходит в финале этого фильма, но финал этого фильма был единым, самым сильным экспириенсом в плане вот сцены, которая произошла, и я вот просто, я не мог поверить, что это происходит, и это был вот майндфак года для меня, то, что произошло в финале этого фильма, просто это меня разрушило, я просто как бы, знаешь, типа пытался себя во время титров по кускам назад собрать, это серьезно, я смотрел титры, я просто пытался прийти в себя от того, что я увидел, то есть это был единый мощнейший момент в кино в 2019 году, и для меня, то есть про финал можно по-разному думать, да, то есть можно ненавидеть этот финал, можно там любить его по каким-либо причинам, да, но для меня этот финал, он сделал этот фильм в конце концов, потому что когда он произошел, я немножко думал, что я, наверное, ненавижу этого фильма, потому что, что ты со мной творишь, хотя нет, вы творите, братья Сэвни, как вы можете со мной так поступить, но с другой стороны я так подумал, и когда оно все осело, я подумал, нет, это делает весь фильм лучше, это весь фильм передает всему вес, Потому что я увидел И как бы Да Это восхитительно было Это лучший фильм года Для меня Замечательно Ну что же, теперь мое первое место Ты, наверное, уже догадался Честно, я Настолько у меня уже голова не работает Мы пишем этот подкаст почти 6 часов Поэтому я не знаю, что у тебя там Ладно, однажды в Голливуде Все, окей Окей, заканчивай все Все, спасибо, пока Я в том смысле, что да Теперь это имеет смысл Что был у меня такой фильм в топе когда-то На шестом месте, пару часов назад Теперь он у тебя на первом И я его вспомнил, и это имеет смысл Я начну с того, что Многие фильмы, когда Ты досмотрел до конца Ты испытывал эмоциональный Такой вот всплеск И разные эмоции, переживания и так далее Но с этим фильмом Я, блядь, вообще не хотел, чтобы он заканчивался Я готов был сидеть, блядь, неделю в кинотеатре И смотреть на Клиффа Буффа Буффа и Рика Далтона На всех их приключениях На всех их неудачах И тому подобное Этот фильм бесполезно смотреть Без знаний исторического контекста И с этим столкнулись В общем, с этой проблемой столкнулись Многие русские зрители Ну, вот СНГ в странах Которые, ну, не знают американской культуры Да? Ну, понятное дело Почему? Не знаю, кто такой Шерон Тейт И кто такой этот Господи, как опять Маньяк этот Знаешь, я просто рад, что мы с тобой Все время не можем вспомнить, как его зовут Да, Чарльз Мэнсон Магия фильма работает Магия фильма работает Чарльз Мэнсон Да, я его по Суспарку больше вспоминаю Где вы там жестко паразировали В общем И Да, если вы не знаете этот контекст Вам будет тупо скучно смотреть этот фильм Со мной сидел рядом парень с девушкой Девушка смирно сидела, смотрела Это кино Ну, я про кинотеатр, естественно, говорю А парень сидел и сопел, блядь Весь, почти фильм Он сядет на левый бок Сядет на правый бок И такой-то звук издает Вот так, блядь, постоянно Когда-нибудь разрешат на серии кинотеатрах Я так хотел просто Стануть раз этому чуваку Чувак, просто не мешай другим людям Пожалуйста Не делайте так кино Если вам скучно, просто уйдите оттуда Не надо всем показывать, что вам скучно Вот И А все почему? А потому что все привыкли, что Тарантино снимает что? Расчлененку какую-то Жестокость, насилие Это все весело Экшен такой, да, кровавый Это все задорно с попкорном Смотрите, смеяться Но тут Произошло нечто другое Квинтин Тарантино снял вот такой вот прям Ну абсолютно не похожий на другие свои предыдущие фильмы Такой вот авторский очерк Наверное, воспоминания больше О той эпохе, которую он безусловно любил И всегда будет любить И которую он постоянно возвращается Потому что все его фильмы Так или иначе, это гигантский омаж на Киноиндустрии 60-х, 70-х И Я его прекрасно понимаю Потому что я точно так же Люблю эстетику 70-х, 60-х Всех этих фильмов И Весь этот фильм, блядь Построен на этой любви Это Что еще лучше может быть для меня Та сцена, когда ты упоминал Когда зажигаются ноновые огоньки И это Чуть ли не пятом вывесок Загорается Таким еще звуком характерным Настолько детальным И мне просто мурашки по коже шли Я прям такой Господи Какое же это хрене на кино Моя еще любимая сцена Это когда Эльв Буф и Риг Далтон смотрят Их это шоу FBI У них дома Просто сидят два чела И смотрят с удовольствием Кино И обсуждают это И каждый кадр смакует Типа О, классный, типа, выстрел Там классный удар Или что-то такое Господи В этом столько было любви И вот ты прям ощущал С каким трепетом Подходит Квентин Создавая весь этот мир Именно своих воспоминаний Все эти вывески Стиль одежды Музыка Кино Этот фильм В принципе Описал То, зачем Наверное Мы смотрим кино Чтобы вот как-то Вот немного Преломить Вот эту реальность Да Немного Побыть Вот в этой Самой Сказки И попробовать Поискать там Какие-то ответы Вообще Вся эта интрига Была Заранее, конечно Понятно, что Как, блядь Он разыграет Эту сцену Он позвал Марго Робби На мой взгляд Идеальный вариант Чтобы Сопоставить Шерон Тейн Потому что Шерон Тейн Было просто Невероятно красиво И Марго Робби Тоже невероятно красиво И Я просто думаю Блядь Неужели он жестоко Убьет Марго Робби В этом фильме То есть Я долго Не мог Что Какого же Вот ты правильно Писал Это был просто Взрыв То, что Начало происходить Кинотеатр Взорвался Просто Все стали аплодировать И ты И до меня Медленно доходит Что Блин Так это Он собирается То есть Убийство не произойдет Так вот Что оказывается И такое Облегчение Сразу стало И так хорошо На душе Потому что Опять же Ты правильно заметил Что ты весь фильм Смотришь Ты наслаждаешься Но ты Типа Тебя не покидает Ощущение Из-за чего Мы здесь Собственно Все собрались Шерон Тейт И Эта самая Семья Эта Которая Еще трагедия В том Что ее убили По ошибке На самом деле Они то ломились Они должны были Убить Какого-то музыкального Продюсера Который там Отшил Этого Мэнсона И Они вломились В дом Шерон Тейт Они убили ее И Это Невероятно Жуткая Трагедия Которая По сути Интересно Каким был бы Голливуд И в принципе Киноиндустрия Если бы не случилось Это Потому что Если так посмотреть На кино 70-х Американском Какое Стало мрачным Ну это еще После Вьетнама Обначилось Аккумуляция Такая Произошла Невероятная Вот И Что еще Можно сказать Про этот фильм Когда он Кончался Когда Ворота Открываются Перед Риком Далтоном Я просто Плакал Какая-то Музыка Музыка Как будто Из какого-то Фильма Пятидесятых Или Появился Канапис The End Какой-то Классический Голливудский Оттенок Я просто Я не хотел Чтобы этот фильм Заканчивался Настолько У него была Приятная Атмосфера И Я Белой завистью Завидую Квентину Тарантино Просто потому Что он жил В то время И он Смаковал Все это Потому что Мне это не дано Я это Воспринимаю Просто вот Смотря архивные записи Смотря вот Такие вот Слушай рассказы Квентину Тарантино Самого Как он рассказывал Как просто Они ехали в машине И слушали радио Как это было круто А сейчас Это уже нет И Этот Фильм был Окошко Маленькое такое Почти трехчасовое Но окошко Посмотреть на этот Какой-то магический мир Который тебе недоступен Поэтому Это несравненные эмоции Я получил За время просмотра Этого фильма И Ничего подобного Наверное Такого Я прям Не испытывал Настолько Вот понимаешь Вот как я говорю Про Виталина Что это Уникальные эмоции Но там Более связано С мраком А здесь Уникальные эмоции Связаны С какой-то радостью И теплотой В душе Приятнейшей Ностальгии Тем временам Которые ты никогда Не был Никогда не увидишь Как той песни Гудба Америка О где я не был Никогда Поэтому Выше всяких похвал Я Честно даже не знаю Предположить Боюсь Какое Блять Ожидание Первых сейчас будет Десятого в фильме У Кантин Тарантина Потому что Я считаю Что Этот Вот Если бы Был бы Однажды Голливуд Десятым фильмом Я был бы Не против Это мне кажется Был бы На самом деле Тарантина Немножко себе В ногу выстрелил Потому что Вот это Идеальный Десятый фильм Именно Потому что Это прям Красивая Такая точка На всю Его Фильмографию Да Что Дальше А если он Сейчас Стартреком Все закончит Это будет Такой тип Я отказываюсь Я не хочу Это как Бежать Знаешь Ста километровый Какой-нибудь Марафон Прямо Перед финишем Штаны Насрать Просто И упасть На асфальт И все Смеются Я не знаю Как можно После Однажды Голю Закончить Стартреком Я надеюсь Этого не случится Я тоже надеюсь Поэтому Пусть он даже Будет бесконечно Кормить обещаниями Чтобы 10 фильм Он так и не случится Допустим Но если Это закончится Стартреком Блядь Каким бы там Ни был фильм Это не то Нужно заканчивать Карьеру Такого Блядь Талантлившего Режиссера Поэтому Просто Наверное Квентину Надо просто Признать Что Kill Bill Volume 1 и 2 Это разные Два фильма И тогда Это все Это будет Десятый фильм Да Потому что Опять же И все И все Были довольны Ну хотя Конечно Да Еще хочется Хотя бы Один фильм Увидеть От него Безусловно Да ни один И не два И не три Я готов Смотреть Смотреть От него Фильмы И Просто Хотя бы Знаешь Даже С первых кадров Когда ты видишь Этот фильм Начинается И тебе Видна Вот эта Стилизация Под интервью Там Пятидесятых Когда там На съемочной площадке Какого-то вестерна Интерьер Общается С этим Брэд Питтом Ди Каприо Я уже Тогда Все Я уже Располз Господи Все Это будет Охуенное кино Все Давайте Больше Больше Эстетики Причем Сам Тарантино Сказал Что вот этого Черно-белого Фильма Они нас снимали Там достаточно Чтобы мини-сериал Сделать Вот это бесит Меня На самом деле Всегда Потому что Тот фильм Который Допустим Тебе супер нравится И ты узнаешь Что Блядь Еще вот Этого фильма Этой эстетики Которая так тебе нравилась Еще овер до хера часов Но ты чувак Этого Никогда не увидишь Да И ты такой Блядь И что Минцепер С этим делал теперь Как с этим жить Дайте мне больше Блядь Рика Датана Сделайте Блядь Селябра Него Пожалуйста Потому что Актерские работы В этом фильме Ну блядь Это просто Дуэт Конечно я Несколько был Скептически Относился к дуэту Брэда Питта Ди Каприо Потому что Он слишком сладкий Слишком Да Он слишком Притерный Да Ну бля Получилось все Очень Очень Круто И Все-таки Каз был правильный Потому что Мне нравится Как Моя любимая сцена Наверное С Риком Далтоном Когда он Начинает ругаться На самого себя В этом В трейлерном В своем Вагончике Когда он Просто начинает Дыдыдыды Так вот задоекаться Это было Очень страшно Когда он И шуш В этом фильме Конечно дохера Просто юмор Естественно Это фильм Тарантино Когда он Говорит Все больше не бухай Потом резко Берет этот флакончик Начинает пить Потом резко Швырять А черт побери Например шутка Когда В самом начале фильме Он плачет В плечо Этому Клифу Буфу И он Типа Клиф ему говорит Это Что не плачь никогда Перед мексиканцами Это Блин Это была Очень смешная шутка Вообще Клиф Буф Это такой Мачо чел Вообще Я хочу Еще одну сцену Помню Когда Он наказал Этого гопника Блять Хиппи Которому Там Полковое колесо Сука Такое Согласись Такое клевое Ощущение Когда гопников Ублюдков Наказывают Фильм Да И просто Мы Мы всегда хотим Казаться Что типа Мы выше Насилия Да Да Мы 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 должны быть Выше оскорблений Которые в наш Адрес летят Но когда Но черт побери Это ведь такой Катарсис Наказать пидора Просто Да Причем И ты такой думаешь Блять Сейчас тебя Клиф покажет И ты прям желаешь Чтобы он вмазал И там такой Сука Смачный удар Ну Брат Питт Идеально играл Этого спокойного Чувака Без амбиции По сути Которому просто Достаточно То что у него есть Это просто И он кайфует От этого И кто настоящий Богач Тот у кого Куча Недвижимости Но который Все время Неспокоен Или тот Который живет В маленьком домике На колес Но который Просто кайфует От жизни Да Мне нравится Мне во первых Нравится Эта желтая рубашка Гавайская Такая Просто хуйня С этим огромным Бляхой Огромный блях У него на ремне С этими Ковбойскими Короче Он выглядит Как Роберт Редфорд В этом фильме Молодой Роберт Редфорд Просто восхитительно И Мне еще нравился Этот момент Когда Он приехал На собственно На логовый Этих Вот Хиппи И там Такая фраза была Типа И там Он приехал с девушкой Кличка которой Пюси Пуси И там Говорит Мы Лав Пюси И он Такой Ооо Yes You А И ты Видишь Что За ним Много Мудрости Он Как Ковбой По сути То есть Он Оставляет Ощущение Такого Поведавшего Жизнь Чувака Вот это Мне нравится Да Вот это Тоже Забавно Там Это Открытый Момент Опять же Не Показано Ну Тебе Просто Показывают Такой С Гарпуном Поворачиваться Кстати Насчет этого Много Вони Было Ой Слушай Вони По поводу Брюса Али Что Типа Его там Показали Каким-то Его панком Показали Я не хочу Даже Обсуждать Потому что Пусть для меня Этот фильм Будет Такой Светлым Ангелом В потоке Этого Информационного Говна Который Его пытался Окутать Пытались Как-то Специально Очернить Ты понимаешь Какая ситуация Что Выходит Что-то Его как-то Пытаются Специально К чему-то Доебаться Как-то Докопаться Что-то Найти Какой-то Гнилью Это Это Отвратительно Мне просто Мне просто Было жалко Квинтина отвечать На эти Постоянные вопросы Связаны с этим Брюсом Ли Конечно Квинтина Любой вопрос В принципе Отвечает Как только Фанатик Что Бля Ребята Я смотрю Кучу интервью С ним И там Он Там Такого Есть Такой Занущего Такой Знавшийся Человек И в принципе В фильме Я не считал Что он Показал Как-то Ну Каким-то Там Побежденным Во-первых Там 1-1 Был Матч Во-вторых Не знаю Короче Для меня Это лучший Фильм года Это лучший Опыт Кинопросмотр Просто Как процессор Поэтому Я Я в восторге Я Пересматривал Его Один раз Дома И это Вот Один из всех Просмотров Который Просто Погружает Тебя И Комфорта Много Создает В доме Просто От того Факта Что ты Его Смотришь Это Действительно Тот Фильм Который Стоит Включать Когда Тебе Надо Немножко Расслабиться И Немножко Повеселеть Немножко Как бы Ну Опять же Да Тот Самый Фильм Теплое Одеяло Такое Накрылся Как Любой Другой Фильм Квентина Тарантино На мой Взгляд Ну У него Есть Жесткие Фильмы Но Все равно Вот так Сделано Что Просто Тебе Нравится Это Понимаешь Даже Если Жесткие Моменты И так Дальше Это Необъяснимо Словами Но Он В этом Мастер Да Он Мастер Это Правда Наверное Мой Второй Любимый Режиссер После Реф На Тарантино Потому Что Буквально Каждый Фильм Вел Фильмографии Мне Очень Нравится Поэтому Посмотрим Куда Дальше Пойдет Фильмография И будем Надеяться Что Это Будет Не Один Фильм Квентин Брось Эти Шутки Брось Эти Дурацкие Игры Опять же Два Плохих Фильма Можешь Снять Но Если После Этого Будет Еще Один Шедевр Ано Тау Это По Суть Единственный Сейчас Режиссер Который Имеет Место Понтовую Такую Надпись Девятый Фильм Квентина Тарантино И все Таки Все Разошлись Все Я понял Чувак Что ж Да Такие Вот Наши Топы 2019 Года Год Был силен Потому Что Ну По Сути Это Рекордное Количество Пятер Как Я уже Сказал Получается Шесть Потому Что На Штом Месте У меня Однажды В Голливуде И он Тоже Получил Пять Шесть Фильмов Пять Балов Ты же Знаешь Сколько Не о 2019 Годе Думать Еще О 2020 В котором Что Смотреть Будет Это Будет Своего Рода Челлендж Найти Что Там Хорошее Будем Копаться В Нетфликсе Как Обычно Делают Прополнены До новых встреч Дорогие друзья Всем пока Субтитры